Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале о самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Многоэтажек не будет, зато кто-то ждет аквапарк. Одна из общественниц вновь надавила мэрии на больную мозоль. Наиболее щадящим для дружбы, интересным для города в целом, вариантом является создание на этом поле зоны отдыха. Ждем вакцину от коронавируса. Кто первый получит спасательный укол? Планировали сама я привиться этой вакциной. Я ежегодно прививаюсь всеми вакцинами, которые у нас есть. Самих пожарных тоже надо спасать. Как правильно это делать? Нужно, чтобы не закончился кислород, и чтобы команда не потеряла никого из своих товарищей и спасла потенциального пострадавшего, то есть своего коллегу. Новые жертвы ковида. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло еще три пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Число умерших достигло уже 175. Новых случаев заболевания за последние сутки 20 в восьми муниципальных образованиях. Всего больных теперь 5876. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Муром и Владимир. За сутки там по четыре новых пациента с диагнозом ковид. На втором месте ковров, петушки и красная горбатка. По три новых ковид-носителя. Третье место антирейтинга у Суздаля, Александрова и Меленок по одному новому заболевшему. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Если касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 12. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 5249 человек. В Кольчуге на масштабный пожар оставил людей без жилья. Пострадали 8 семей. Возгорание произошло в деревянном бараке. Видел сообщение о сгорании многоквартирного жилого дома барачного типа по адресу улица Лугавая, дом 3. На место выехали подразделения Котюнинского гарнизона. С его средствами в течение пожара достаточно. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит кровля. Огонь очень быстро занял всю ее площадь в 600 квадратных метров. Жителям удалось покинуть здание еще до приезда пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 11 единиц техники и 32 человека личного состава МЧС. Как сообщают в пресс-службе тревожного ведомства, в доме проживали 24 человека, в том числе шестеро детей. Сейчас они временно размещены у родственников. Причины возгорания выясняют дознаватели. В Владимире эвакуировали гипермаркет из-за подозрительного предмета. Речь идет о торговом центре на Московском шоссе. Всех посетителей гипермаркета выявили на улицу до приезда экстренных служб. В соцсетях очевидца происшествия делится информацией, что в спортивном магазине гипермаркета нашли бесхозный рюкзак. Пресс-службе ОМВД подтверждают, что полиция выезжала в торговый центр по звонку о подозрительном предмете. Сотрудниками полиции вместе с представителями других экстренных служб был осуществлен выезд на место происшествия. Приведены необходимые мероприятия. В ходе проверки установлено, что угрозы для граждан не имеется. Утонувшего ребенка нашли на третьи сутки. Рядом с городом Гусь-Крустальным на карьерах кирпичного завода нашли тело мальчика 2007 года рождения. О том, что подросток утонул в водоеме, не предназначенном для купания, в МЧС сообщили еще 11 августа. Поисковая операция продолжалась 11, 12 и 13 числа. Тело мальчика искали днем и ночью. Для поиска в темноте спасатели устанавливали в том числе световые башни. На место трагедии выезжали главный спасатель области, исполняющий обязанности руководителя следственного управления. За время работ было протралино 6600 квадратных метров акватории. Водолазами обследовано 620 квадратных метров дна. На месте трагедии работали 34 человека, 10 единиц техники и 5 плавсредств. В итоге во второй половине дня, 13 августа, тело мальчика нашли. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Обстоятельства смерти уже известны. Произведен комплекс специальных действий, направленный на установление всех обстоятельств учившихся. В том числе поиски тела утонувшего. В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что мальчик и другом без разрешения родителей пошли купаться на карьеры. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Для оказания помощи взрослых рядом не оказалось. Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра и не допускать купания в необорудованных местах. Всего с начала года на водоемах Владимирской области по статистическим данным утонули 11 человек, в том числе 3 ребенка. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога мусоровозов. Напомним, инцидент произошел ранним утром 12 августа. Спасатели получили сигнал о возгорании 10 автомобилей в 4 часа 9 минут. Пламя уничтожило кабины мусоровозов. Сейчас техника не работает. 10 сгоревших машин принадлежали подрядчику рекоператора по вывозу мусора «Чистый Владимир». Часть из них находились в собственности, другая в лизинге. Через несколько часов после ЧП и спасатели, и правоохранители не исключили версию поджога. И вот полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к совершению данного преступления. В ДТП с автобусом пострадал пассажир. Авария случилась на перекрестке Добросельской и Суздальского проспекта. По предварительной информации, водитель Ниссана совершал левый поворот с Добросельской и не уступил автобусу 18С. Тот двигался навстречу. В итоге легковушка протаранила общественный транспорт. Судя по фото очевидцев, у Ниссана серьезно пострадала передняя часть. А вот на автобусе заметна лишь подбитая фара и вмятина на бампере. Тем не менее, без пострадавших не обошлось. В результате ДТП пассажир автобуса 1965 года рождения и пассажиров команды Ниссан 1993 года рождения направлено на амбулаторное лечение. По данному факту сотрудниками ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. У парка «Дружба» может появиться аквапарк. О таких планах на территорию, которая примыкает к так называемому «Лугопарку» рассказала общественница Светлана Мангушева. Она поделилась по сути инсайдерской информацией, потому что ранее возможность строительства аквапарка властями города не анонсировалась. Мангушева уточняет, что проект планируется реализовать именно на прилегающей к парку «Дружба земли», которая принадлежит частнику, а не муниципалитету. Здесь речь идет о территории, которая является вообще землями сельхозназначениями. Вот об этом идет речь. И, безусловно, здесь никоим образом, еще раз повторяю, не должно быть застройок жилищной застройки, не должно быть многоэтажек. Наиболее щадящим для «Дружбы», самым интересным для города в целом, вариантом является создание на этом поле зоны отдыха. На самом деле у Владимира нет аквапарка, когда ему возят детей кататься куда-то на водную горку в соседние регионы. Это, безусловно, неудобно, и потери, как и для городского бюджета, и для самих кошельков, самих жителей. Поэтому я уверена, что многие будут рады тому, если нас появится в свой аквапарк, я за себя в первую очередь тоже говорю. Между тем, Владимир Церани уже давали понять, что не хотят никакой застройки, прилегающей к лесопарку территории. В прошлом году, например, активисты провели целую экскурсию по местам предполагаемой застройки. Правда, в то время люди протестовали против строительства многоэтажек. Мы часто с дочкой приходим в парк дружбы погулять, отдохнуть, ну и на лыжах покататься, по лыжне прокуророва тоже. Вся эта застройка, которая планируется у парка дружбы, она никак не будет для людей предназначена, потому что это будут многоэтажки, которые там ни дорог, ничего не будет. Поэтому люди будут в неудобных условиях жить здесь. Ну а как люди отнесутся к возможному появлению аквапарка, пока непонятно. Общественница Светлана Мангушева считает, что аквапарк – хорошая альтернатива. Тем более, что, по ее словам, другого выхода у властей города нет. Изменить категорию этого земельного участка мы можем только по инициативе самого собственника. Включить эту частную землю в лесопарк можно тоже не иначе, как выкупив ее собственника. Это 8 гектаров земли, стоимость ее рыночная составляет около 200 миллионов рублей. Безусловно, таких свободных денег нет ни в городе, ни в области. И по информации Светланы Мангушевой, якобы у собственника земли из администрации города имеется уже какая-то договоренность по поводу аквапарка. В мэрии нам дали понять, что об этом слышат впервые. Нам буквально в телефонном разговоре говорилось, что договоренность якобы уже между собственником земли и администрации города уже вроде как есть. Это прекрасно. Вот нам хотелось бы точно понять, что это за договоренность. Потому что, да, тема действительно интересная, очень интересная. Учитывая, что город не раз высказал свою позицию отказаться от многоэтажной застройки на земельном участке у собственника, мы, конечно, не можем ему диктовать волю. Но, тем не менее, мы предложили собственнику найти компромиссное решение. Вот очень хорошо, что Светлана Фиатовна Мангушева выступила в качестве этого переговорщика. По всей видимости, в город администрации еще предстоит разобраться с инсайдерской информацией. Вместе с Мангушевой эту тему в Оранжевом доме должны обсудить на следующей неделе. Валерия Саенко, Никита Королев, Шестой канал. О коронавирусных буднях. По словам ИО-директора Департамента здравоохранения, 90% пациентов в области, которым поставили диагноз COVID, уже выздоровели. Из 955 коек сейчас занято лишь 320. 15 пациентов в реанимации, 7 под аппаратами ИВЛ. Делится облздрав и печальная статистика. С начала эпидемии умерло 175 человек. Это подтвержденные данные. У нас работает комиссия. Комиссия из патолгоанатома, комиссия из главных нештатных специалистов. Судмедэксперты подключены к этой работе. И каждый смертельный случай, который может быть подозрительный на причину смерти коронавирусной инфекции, он пристально рассматривается и комиссионно в том числе принимается решение для того, чтобы определить причину смерти. Как отмечает Юлия Арсенина, поликлиники и больницы возвращаются в привычный рабочий ритм. Роспотребнадзор разрешил оказывать плановую помощь. Так, из ковидного госпиталя обратно в обычное учреждение перепрофилировали центр спецмедпомощи в Пеганово. Мы планируем в концу августа месяца начать плановый прием и плановую работу хирургического корпуса областной клинической больницы и в последующем перепрофилировать, возобновить работу в многопрофильных больницах. Это Гороховец, Ковровская центральная городская больница, Петушки. Рассказала чиновница и о том, как обстоят дела с выявляемостью коронавирусной инфекцией. Арсенина признала, в начале, когда начали массово появляться ковид-больные, лаборатории не справлялись. Людям приходилось ждать результатов анализа в 2-3 недели, а кто-то ждал и по полтора месяца. Сейчас ситуация стабилизировалась. По лекарственным препаратам на сегодня сформирована тоже вся потребность. Уже в некоторые госпитали новый препарат закуплен, Вифавир. Мы также сформировали потребность и предоставили ее в Министерство здравоохранения и ожидаем федеральной поставки для того, чтобы начать лечение во всех госпиталях, а не только в точечном. Что касается вакцинации, то в течение нескольких недель будет произведена первая партия российской вакцины. Правда, когда препарат поступит в регион, неизвестно. Но в облздраве уже знают, кого будут прививать первыми. Медработников и пациентов из группы риска. Вакцинация будет добровольной. Планируют, что вакцинация будет добровольной. Но и был вопрос у нас предварительно. Планировали сама я привиться этой вакциной. Да, я ежегодно прививаюсь всеми вакцинами, которые у нас есть. Коронавирусом в области заразилось около 400 медиков. Из них 226 выздоровели. А вот 5 скончались. По словам его директора облздрава, заболевшие медики вправе рассчитывать на выплаты от фонда социального страхования. Кроме фонда социального страхования в этой истории с нами вместе работает и Роспотребнадзор. Создана комиссия, которая рассматривает все случаи. И в каждом учреждении врачебные комиссии каждый случай разбирают, приходят к какому-то выводу. И если комиссия приходит к выводу, что именно заболевание получил человек на работе, то ему полагается выплату, которую выплачивает фонд федерального страхования. Что касается доплат на выплату, которых не в полном объеме жаловались медики, то, по словам Арсенины, ситуация стабилизировалась. Большинству деньги выплатили. А периодически возникающие вопросы в облздраве стараются решать в оперативном режиме. Екатерина Филиппова, Артем Михайлюта, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. С приговором не согласен и снова будет судиться. Со Хвостова райсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 40 миллионов рублей. Бывшего вице-губернатора обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Районная Фемида пришла к выводу, что брал Хвостов не только деньгами, но и смартфонами. Сам Хвостов с этим не согласился. И теперь намерен доказывать свою невиновность в областной инстанции. Дело бывшего вице-губернатора назначено к рассмотрению в открытом судебном заседании в составе трех судей. В Киржачском районе сгорело частное подворье. ЧП произошло в деревне Ильинское. К приезду пожарных огонь охватило помещение площадью в 300 квадратов. Частное подворье, где содержались лошади и козы, выгорело дотла. Но животные не пострадали. Их успели вывезти. Причины возгорания устанавливаются. Активисты считают, что для продажи этих товаров нужно создать специализированные магазины за городской чертой. Такое мнение разделяют и владимирские родители. Они присоединились к всероссийской акции. По мнению некоторых мам и пап, если дети не увидят алкоголь и сигареты в обычных продуктовых магазинах, то и не будут воспринимать их употребление как норму. На одном из городских маршрутов появится ретро-троллейбус. Его уже собирают в депо. По стилистике он будет напоминать троллейбусы 90-х. Хотя куда интереснее было бы, если бы этот ретро-троллейбус был похож на те, что ходили по улицам нашего города в 60-е. По словам главного инженера, старые троллейбусы конструктивно отличаются от новых. Сейчас электрооборудование на крыше, а раньше пряталось под полом. В ретро-троллейбусе будет аналоговая электросистема. По какому маршруту он будет ходить, пока неизвестно. На линию подарок владимирцам выйдет к Новому году. Учатся спасать своих товарищей. В региональном МЧС впервые провели соревнования по аварийной разведке и спасению самих пожарных. В пожарно-спасательную часть номер один города Владимира приехали 30 участников. Это огнеборцы из Собинки, поселка Ставрово, Суздаля, Коврово, Петушков и областного центра. Их разделили на команды. Сейчас одновременно на нескольких площадках проходит испытание. В одной команде по три человека на выполнение одного этапа 20 минут. Нужно, чтобы не закончился кислород, и чтобы команда не потеряла никого из своих товарищей. И спасла потенциального пострадавшего, то есть своего коллегу. В роли пострадавшего коллеги на соревнованиях манекен. Его нужно вытащить на свежий воздух. При этом не растеряться самому, не потерять ориентацию в пространстве и связь с товарищами. Сохранить воздух в баллоне. Ребен, да, я его сейчас вытащу. Я за тобой. Организаторы соревнований рассказывают, во время работы на пожаре случиться может всякое. В том числе кто-то из пожарных тоже может попасть в беду. Поэтому такие соревнования помогут участникам действовать слаженно и четко в случае реальных происшествий. Спасать своего товарища – дополнительная психологическая нагрузка для пожарных. Поэтому в такой работе нужна не только физическая, но и эмоциональная подготовка. Также будет учитываться обязательно бережное обращение с пострадавшим и порядок оказания первой помощи на тех или иных этапах. Для участников подготовили четыре сложных этапа. Каждый проходится в полном боевом обмундировании пожарного. Офис – это имитация здания. Дальше – высота, где нужно будет пожарного спасти с высоты четвертого этажа. Следующий этап – лабиринт. Нужно будет пройти определенные препятствия и завал. Два этапа участники проходят вслепую. Это имитация полного задымления в помещении. Поэтому маски пожарных заклеены. Баллон вперед. Баллон вперед не роняй. После прохождения испытаний участники соревнований поделились впечатлениями. Они уверены, такие тренировки и соревнования очень полезны. На пожаре. Потому что на пожаре действительно ничего не видно. И здесь идет именно тренировка ориентироваться вслепую. Здесь сложная планировка. И как бы вслепую ориентироваться очень тяжело. На данном этапе мы с основной задачей справились. Пострадавшего нашли, вывели его на свежий воздух. Конечно, не так просто. Единственное, там я зацепился топором. Так вроде прошло. Не менее. Постоянно тренируемся, чтобы в реальной жизни не казалось таким сложным. Всего соревнования продлились около пяти часов. Вероятно, теперь их будут проводить у нас в области регулярно. Чтобы пруд стал местом отдыха для горожан. На улице Казармина и кипит работа. Облагораживают один из городских водоемов. Называется он Платоновский пруд. Местные жители уже давно мечтали возродить его к жизни. Ведь когда-то давно пруд был совсем другим. Там даже была маленькая набережная. Владимирцы приходили сюда позагорать, ловили рыбу. Вокруг пруда и сейчас стоят жилые дома. Гуляет много детей и взрослых. Однако вид у водоема, рассказывают местные жители. Унылый и совсем неухоженный. Водная гладь заросла, а вокруг росли ивы. Радовали разве что утки, которые облюбовали его для жизни. Теперь все изменится, радуются люди. Сегодня первый этап очистки пруда. Специалисты спилили деревья, ветки и мусор собирают волонтеры и местные активисты. Спецтехника демонтируют старые бетонные плиты, вросшие в берега. Участвуют в работе и дети, и взрослые. Мусор выносили, ребят позвали. Сейчас еще приступим работу, дадут нам, и мы будем таскать ветки. Чтобы можно было прийти, порадоваться, покормить уток. И просто отдохнуть, погулять с детьми. Благоустройство пруда началось благодаря инициативной группе жителей города. Они решили действовать. Люди верят, что совсем скоро Платоновский пруд превратится в любимое место отдыха. И будет не хуже Соловьинова или пруда Накомиссарова. Мне очень приятно, что в нашем городе есть люди, не безразличные к таким местам. И очень здорово, что они все вместе инициативно пытаются облагоустроить это место. Я уверен, я даже больше чем уверен, что это место станет в итоге лучшим местом в нашем городе. После очистки водоема можно будет привести в порядок и берег. Местные жители очень надеются, что этот природный уголок будет радовать их, как и много лет назад. А возможно, станет еще лучше. Маргарита Махрова, Артем Михайлюта, 6 канал. Ей подвластны любые техники. Творческие эксперименты не страшат, а работы провоцируют зрителя к размышлению. Во Владимире открылась юбилейная выставка члена Союза художников Татьяны Гребневой. В экспозиции представлено более 70 работ разных лет. К примеру, этот яркий гобелен под названием «Энергия любви» художница завершила совсем недавно, как раз к выставке. Он соткан вручную. В числе материалов лен, шерсть, вискоза, металлизированные нити. Татьяна Гребнева работает в технике батика, создает гобелены, авторские и сценические костюмы для знаменитых ансамблей Владимирской области. Продумывает интерьеры и формирует экспозиции. Кажется, все, за что берется мастерица, превращается в произведение искусства. Мне сейчас хочется попробовать сделать древний костюм 18-19 века. Ну, естественно, используя современные материалы и приемы. Но при этом это не театральный костюм, это не сценический костюм. Это, скажем, такой костюм-образ женщины, которая жила, возможно, в боярине. Для этого я собираю уже материалы, фурнитуру, детали, элементы, разные пуговицы интересные. Каждую работу художница продумывает до мельчайших деталей. Создает ассоциативные образы. На создание произведений уходят месяцы и даже годы кропотливой работы. В арсенале художницы как старинные техники, так и современные технологии. К примеру, сублимационная печать. Это когда рисунки, фрагменты ткани или кружева сканируются, а их изображение печатается. Помогает такая техника при создании декораций. Первые задники сценические для ансамбля «Русь» мы делали в классической технике батика, ручной работы. Но пришли новые технологии, и наша работа немножко меняется. С одной стороны, она упрощается, потому что нам уже не нужно такие квадратные метры осиливать ручной росписи. Но есть другие проблемы. Они связаны именно с технологической обработкой компьютерной. Смотря из зрительного зала на эту вещь, здесь узнают и фактуру дерева, текстуру, и текстуру тканных полотен, вышивки, кружева настоящего. И возникает ощущение, что это действительно всё живое, настоящее, а не искусственно, так сказать, напечатанное. На выставке представлены ткацкий стан. На нём работает художница. Ему больше 20 лет. Татьяна Гребнева дорабатывала станок сама. Так, из переплетения многих нитей постепенно рождаются изображения и узоры. Коллеги-художницы говорят, она гордость области и всей страны. Конечно, это мужество. В такой ситуации работать в этой технике сложно, очень сложно. Но она делает прекрасные вещи, замечательные работы. 22 августа Татьяна Гребнева отмечает свой день рождения. Подготовить выставку к празднику удалось. И теперь увидеть её могут все желающие. Проработает выставка целый месяц до 13 сентября. Проголита Махрова, 6 канал. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Ещё больше информации вы найдёте на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.